ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Огромное количество тех, кто к вам обращается? Больше все-таки детей или старшего поколения? Конечно, с наступлением лета, жары, появлением бахчевых у нас на рынке, к нам увеличилось количество людей, которые обращаются к нам с жалобами на симптомы отравления. В том числе и дети также. Но большинство идут дети, действительно. Но когда вы разбираете все-таки причину отравления, больше все-таки сейчас лидируют бахчевые? Или это отравление какими-то обычными нашими круглогодичными продуктами, которые мы употребляем постоянно? Здесь мы, конечно, анализируем, и здесь выходит так, что выходит и отравление бахчевыми тоже идёт, а также идёт и теми продуктами, которые употребляем ежедневно. Это вот фрукты спелые, сейчас абрикос, яблоки, черешня, сливы, да? Просто это в основном часто происходит отравление ввиду того, что наши, к сожалению, мамочки не соблюдают правила личной гигиены. То есть они не так тщательно моют эти фрукты, овощи. Это всё связано с этим. И у маленьких детей, особенно у грудничков, это часто причина острых кишечных инфекций, это всё-таки вот эти соски-пустышки, бутылки. Которые нужно по несколько раз на дню обрабатывать. А по каким признакам вообще можно диагностировать именно отравление, не спутать его с другим заболеванием? Первый признак отравления – это, конечно же, тошнота, затем рвота, боль в желудке, в животе, может быть, повышение температуры тела, дальше вследствие интоксикации – это и головная боль может быть, потом жидкий стул может быть, слабость, вялость. Вот такие общие симптомы интоксикации. И, конечно, чтобы это связать с чем-то, это нужно тщательно продумать про анализирование. Что он накануне съел всё-таки? Где съел? Где съел, да, это тоже имеет значение. Может, он на улице где-то перекусил, там, пирожочек или самсу, или ещё что-то, лаваш. Вот часто наши подростки, молодёжи слушают. А сейчас вот очень много продаётся варёной кукурузы, прямо в мешках, пожалуйста, покупай. Вот варёная кукуруза, в частности, конкретно сейчас, что касательно сегодняшнего, завтрашнего дня, ближайших дней, может стать причиной пищевого отравления? Да, часто варёная кукуруза тоже может стать, и это является причиной кишечных инфекций, потому что они, если они долго хранятся, вот они продают на улице в этих полиэтиленовых пакетиках. Она же быстро, там, быстро размножается бактерией. Потом продают, как в основном на улицах, где-то там, в переулках, в мешках. Эти мешки ставят на землю прямо вот. И от этого и всё происходит. Они моют, покупают, тут же моют, не помыв руки. Хорошо. Но главные этапы лечения при отравлении. Вот существует строго регламентированный порядок действий. Вот человек попал с отравлением или дома, вот он с отравлением. Что нужно сделать в первую очередь? Если у вас появились симптомы отравления, и вы точно связываете это с теми или иным продуктом, который вы всё-таки съели накануне, что это вызвало у вас какое-то сомнение, в первую очередь нужно промыть желудок. А взрослым, например, это легко. Обычной водой, комнатной температурой надо пить воды побольше. У взрослым понадобится от 5 до 10 литров иногда воды. Нужно пить большими глотками, частыми, и обратно вызывать рвоту таким способом, промывать желудок до чистых вод. Затем принять сорбенты. Это активированный уголь, это смекта, может быть. Понятно. Второй этап. Дальше, смотря по состоянию больного, если после промывания состояние больного улучшается, ему становится легче, чувство кома, всё это проходит, интоксикация снимается. Дальше это, в первую очередь, диета, соблюдение диеты, соблюдение питьевой режим. И ферменты нужно будет попить дома. А что значит диета? Да. Диета, значит, это минимум на неделю исключается из рациона жирные, жареные продукты. Также исключаются свежие овощи, фрукты, ягоды. То есть еда должна быть только отварная, на пару, каши разные, пюре разные, вот такое. Сухари можно постоянно. Вот свежий хлеб тоже не рекомендуется. И молочные продукты. Из молочных только можно кислое молоко, обезжиренный кефир. Что вы рекомендуете всем тем, кто сейчас соберётся отправляться на пикники, за город, куда-то отдыхать, в общем-то, и будет с собой брать продукты питания, которые за весь день пребывания на солнце, на отдыхе, могут, в общем-то, превратить в особую категорию, в прокисшие продукты, которые тоже, мне кажется, это вообще особая категория, которая влечёт в отравление. Да. Я им советую всё-таки брать свежие продукты. Всё-таки это перед употреблением тщательно промыть хорошенько, действительно. А при появлении симптомов у вас всегда должен быть под рукой хотя бы активированный уголь. То есть ехать на отдых с аптечкой? Да. Обязательно? Это обязательно. Что должно быть? Много воды? Много воды, питьё – это тоже имеет значение, и активированный уголь или смекта. Ну что ж, большое спасибо за рекомендации. Я надеюсь, что тем, кто собирается отдыхать, в общем-то, где-то за природой, отдых не будет испорчен пищевыми отравлениями, а у вас в больнице будет всё меньше и меньше пациентов, которые, в общем-то, люди должны прислушиваться к советам врачей. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова